Главные темы повестки этой встречи задали жители. Именно те вопросы, которые их больше всего волнуют, рассматривались в первую очередь. Обращения людей в администрацию были тщательно проанализированы и стали предметом детального обсуждения. Больше всего нареканий вызывает у одинцовцев работа скорой помощи. Люди очень часто жалуются, что бригада долго едет. В некоторых случаях людям вообще отказывали в выезде кареты скорой помощи. Это говорит о том, что есть реальные проблемы в организации работы, наверное, маршрутизации. Мы сегодня хотим по всем этим проблемным точкам пройти, разобраться, из-за чего это происходит. Может быть не хватает машин, может быть не хватает кольцерного персонала. Или есть какой-то сбой в работе между службой 112 и скорой помощи. За несколько последних лет регион направил на строительство и капремонт медучреждений 35 миллиардов рублей. Только в прошлом году в Одинцовском районе были отремонтированы детский стационар на улице Любы Новоселовой, филиал районной больницы номер 3 в Кубинке и амбулатория нового городка. Сегодня на территории центральной районной больницы строится, по сути, новый медицинский корпус. Но и тут есть определенные сложности. Подрядчики вовремя не выходят на площадку, плохо организована работа, срывают сроки. И нам постоянно приходится заниматься этим вопросом в таком обральном, ручном режиме. И так, к сожалению, происходит на многих объектах. Поэтому в этом году мы приняли решение, и с Ларисой Евгеньевной, и с Татьяной Викторовной, прямо с самого начала года взять эту ситуацию по капитальным ремонтам на личный еженедельный контроль. В ходе обмена мнениями участники совещания нашли взаимопонимание по целому ряду принципиальных вопросов. По инициативе главы подобные встречи с чиновниками территориального управления Минздрава Московской области и главврачами медучреждения Одинцовского района будут проходить ежемесячно. Петр Корохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.